один-два так друзья мои но немножко пару слов буквально о перелете перелет был хороший за рулем походу говоря была женщина за штурвалом я так понимаю я там видел просто женщина в погонах белой рубашки а вот по-моему она была пилотом вроде того очень хорошо поднялась в тула марить в толом арене в мельбурне и очень хорошо опустилась тоже спланировал очень хорошо ну конечно там дух захватывала на виражах я всегда боюсь этих виражей когда самолет вираж захватывает закладывает думаю не не перекрутил бы с этим не переборщил с градусом с тем чтобы там не свалился куда-то вот но так в основном в остальном все нормально очень необычно то что рейс был в 905 утра обычно я прилетаю в верингтон за полночь и домой к маме уже приезжаю во втором часу ночи короче говоря ну вот то есть когда самолет приземляется обычно кроме огней вообще ничего не видно и подсвеченных там внизу дорог и улиц вот все остальное этим мать мощи я просто и поэтому сегодня вот впервые видел вот этот сам путь как самолет снижается мимо чего он летит над чем он летит и что там происходит внизу это красота конечно неописуемая к сожалению значит не к сожалению когда самолет летит из мельбурна он зацепляет значит северную часть южного острова пролетает над южным островом и вот это конечно безумно красивые там огромные горы и все остальное там зеленое все внизу потрясающая красота куча зелени горы холмы заливы и фьорды всевозможные так далее красота ними невероятно но к сожалению часть вот этой всей красоты была затянута облаками не удалось рассмотреть что там внизу но я поснимал из иллюминатора значит камеры с сильным приближением горы со снежными шапками и уже ближе к пикта но я так подозреваю что он летел над пикта нам я из пикта нам из пикта нам и с мамой один раз плавали на плыли на морском пароме три часа с лишним из пикта на веллингтон через пролив кука я его сверху узнал по моему это была гавань именно пикта на все-таки и я посмотрел на всю эту дорогу какой этот паром плыл тогда потрясающая красота если смотришь с борта корабля сверху вообще наверно еще красивее вот так я не знаю какая-то то ли гренландия то ли какая-то швеция то ли что-то норвегия какая-то то есть фьордами фьордами все вот так вот кругом изрезано только с вышеупомянутыми странами наверное разница заключается в том что все таки здесь все зеленое а там наверно все наоборот такое скалистая и ночью больше в снегу наверное более суровая более суровая там природа но тем не менее вот эту красоту удалось зацепить уже когда он пролетал вторую часть то есть вторую часть этого участка северной северо-южного острова удалось зацепить короче говоря очень красиво было я поснимал там и пролив кука и ветряные мельницы стоящие уже на веллингтоне это значит район макара был у меня такой ролик где рассказывал об истории вот этой фермы с ветряными мельницами район макара я как раз над ними летел над ними летели очень красиво я заснял я буквально не мог оторваться такая была красота что я так хотел использовать этот шанс что я лечу именно при свете дня при свете солнце когда я могу увидеть что там внизу происходит они ночью кромешная ну вот впервые я это все увидел и красота потрясающе конечно удивительно а вот все кругом заснял там 21 одну минуту непрерывных непрерывной съемки значит включаем посадку и рулежку и как мы подъехали очень так терминалу вот такая вот замечательная была история так что до пилотам огромное спасибо все было хорошо и да тоже была вкусная вот по дороге не колбасила нигде но в общем-то облака и море что там еще увидишь это вот тасманово море как говорится мы находимся есть такая известная очень поговорка в новой зеландии и в австралии вот это по голове поговорка поговорка как к касается только этих двух стран в общем-то поговорка звучит как окросты дичь принципе ничего особенного в ней нет просто через канаву называется то есть как бы вот этот османово море который находится между австралии и новой зеландии вроде как они считаются и морем даже местными людьми это вроде как какая-то канава в общем-то рыли ритвина какая-то наполненная водой вроде как вот через которую правда три часа лета в одну сторону и четыре часа в другую за счет демаркационной временной линии разделительной вот поэтому окрост окростный дичь это вот именно касается выражение австралии и новой зеландии и все коренные новозеландцы и австралийцы конечно понимают что такое окросты дичь вот так что в общем то да что там смотреть там вода вода облакам иногда редкие иногда густые иногда частые но облака сами понимаете вещь изменчивая когда они когда какие собственно говоря ну то есть вот таким вот образом я опять оказался здесь здесь немножко теплее чем у нас в мельбурне я бы сказал там где-то порядка 13 14 градусов сейчас здесь где-то 16 17 я даже немножко взмок немножко вспотел этой в лыжной куртки в своей что сюда приехал вот немножечко здесь лучше с погодкой солнышко вообще классная просто погода замечательно настроение прекрасная мама наконец-то порадую свою зрелищем ее любимого сына раз в год блин вот хотелось бы гораздо чаще но вот не получается вот скоро у нее день рождения так что но вот впереди у нас с ней путешествие по северному острову по поездим поболтаемся по каким-то красивым местам посмотрим что будет где-то происходить и какие-то видео отчеты я надеюсь вы увидите и на нашем канале вскоре вот таким вот образом а пока что пока пока всем спасибо за внимание с вами остаюсь я дмитрий волжский и телеканал вами грашки из на этот раз города веллингтона в новой зеландии пока пока